Здравствуйте! В эфире программа Круг новостей неделя. Только самое интересное событие и тему минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. Одесса лишилась еще одной достопримечательности – прекрасного морского вида на 13-й станции Большого Фонтана. И без того изуродованную Аркадию украсили мафами. Акция антимайдана памяти погибших в Доме профсоюза 2 мая не состоялась. На Куликовом поле весь день искали бомбу. Панихиду в память о погибших 2 мая 2014 года служили на Греческой площади представители нескольких христианских конфессий. Ко дню памяти и примирения 9 мая историко-краевический музей представил творческий проект одесских художников «Маки». Геннадий Труханов оказался безответственным мэром на юге Украины. По данным электронного издания «Слово и дело», он дал самое большое количество предвыборных обещаний. Выполнена лишь малая часть. «Слово и дело» провело сравнительное исследование деятельности мэров пяти городов – Одесса, Херсона, Николаева, Запорожья и Кировограда. Лучше всех работает мэр Херсона Владимир Миколаенко. Из 50 обещаний выполнил половину, 9 в работе, 16 не выполнены. Городские головы Николаева, Кировограда и Запорожья работают всего по 5 месяцев и спрашивая с них рано. Бесспорное антилидерство принадлежит Геннадию Труханову. Он дал 122 обещания, из которых выполнил 46. В процессе выполнения считаются 47, а 29 полностью провалены. Таким образом, уровень ответственности одесского мэра всего 38%. «Слово и дело» неоднократно направляло в городскую администрацию запросы о причине такой низкой эффективности работы. Ответов нет. Одесская мэрия не желает отвечать на прямые вопросы. В связи с этим уместно напомнить о том, что Геннадий Труханов занимает кресло городского головы во второй раз. Ранее возглавлял фракцию партии регионов в Горсовете. К тому же успешный бизнесмен. Административный и хозяйственный опыт у него есть. Нет результатов. Или желание работать для своего города. Александр Абиноградов, телекомпания «Круг». Майские провокации, политический кризис местной власти, антитрухановский майдан. За всеми этими событиями как-то ушли на второй план общественное волнение по поводу застройки рекреационной зоны Одессы. А зря. Потому что застраивается наше побережье с фантастической скоростью. Еще совсем недавно, между 11 и 13 станциями Большого фонтана, можно было полюбоваться морским горизонтом. Теперь же Деситов лишили и этого удовольствия. Почему? В сюжете наших корреспондентов. Через 4 года здесь будет город-сад. Примерно такие поэтические обещания обычно дают будущие политики перед выборами. Но стоит выбором пройти, а чиновникам занять соответствующее кресло, как граждане понимают, никакого города-сада не будет. Будет выжженная пустыня. А с учетом темпов, которыми в нашем городе происходят совершенно бандитские вещи, пустыня будет не через 4 года, а значительно раньше. Помните, на Большом фонтане между 11 и 13 станциями глазам людей открывалась дивная картина побережья морской глади? Помните? А теперь забудьте. Ибо с недавних пор здесь появились три многоэтажные коробки, которые перекрывают морской пейзаж полностью. Они, во-первых, закрывают в себе внешний вид всей этой улицы, прилегающие к этой стройке. Она прилегает. Отрицательно все. До единого, я вам хочу сказать. Вот спросите, он мужчина пошел. Все, кто бы вам не встретился здесь, это очень отрицательно. А вы пройдите по набережью, здесь все незаконно построено. Я от этого была, так я вообще возмущалась. Я сама строитель, я проработала начальником комбината «Мариупольстрой». Я удивилась, кто это здесь разрешал такое строительство. И причем обширное, это не одно здание, а высокоэтажки здесь, это же вообще ужас. Отвратительно я к этому отношусь. Потому что вид, это нарушение, эти три здания, это надругательство, над законодательством Украины. Это нарушение норм застройки и неуважение к нам, как гражданам Украины. Почему нас одесситов в очередной раз не спросили? Потому что у нас Труханов, не наш мэр Труханов, не гражданин Украины. Ему начать на граждан Украины. Наверное, поэтому так и происходит. Это на самом деле по-настоящему знаковое место не только для одесситов, но и гостей города. Здесь до сих пор стоят скамеечки, поставленные именно для того, чтобы можно было смотреть на море и дышать свежим воздухом. Это была настоящая одесская достопримечательность. Ну, примерно такая же, как французский бульвар, как Аркадия, как ботанический сад. И что же теперь? Аркадия убита, французский бульвар растерзан. Ботанический сад скоро превратится во внутренний дворик апартаментов Гринвуд. А теперь еще нас лишили и прекрасной морской панорамы, изуродовав ее тремя многоэтажными кубами. Но если с Гринвудом следы ведут в одну из офшорных центрально-американских компаний, ну, там, где у Геннадия Труханова, по его словам, ничего нет, то с этой стройкой на 13-й фонтане дело обстоит немного иначе. Здесь следы компании под названием «Комета-М» и ее строительной деятельности ведут в украинскую столицу – Киев. Вы же знаете, кто это строит? Естественно, строительство как будет, так и будет. Кто это строит? Это Киев строит. Киев, гор, строй. К слову, это та самая киевская компания, которая в 2011-2012 годах получила подряды на капремонт украинского дома в Киеве на сумму 25 миллионов гривен. Кроме того, фирма занималась перестройкой карпатской резиденции Виктора Януковича. И хоть самого Виктора Федоровича давно нет в стране, дело его, что называется, живет и торжествует. Причем и живет, и торжествует почему-то именно в Одессе. А впрочем, чему удивляться, если здесь, на самых, что не из руководящих постах, сидели и сидят его соратники по партии регионов, но нынче они переназвали себя в партию «Доверяй делам». Тот же Олег Брындак, тот же Игорь Чижевский, тот же Дмитрий Кот – мутненькая компания, голова которой – наш голова Геннадий Труханов. – Кажется, не может не казаться, потому что, понимаете, когда принимаются необоснованные или плохо обоснованные управленческие решения, всегда возникает подозрение, а почему так? А тут вариантов всего два – либо недостаточная квалификация, либо прямой интерес. Ну, с Котом как бы связаны были всевозможные земельные скандалы, как мы помним, еще при Костусе, да, то там кусочек парка кто-то пытался себе отгородить, все же там мимо земельной комиссии не проходило. Что же касается Брындака, так отчет удивительного. Он член команды Труханова, а кого же еще поставить, как не члена своей команды на такой вопрос, как земля. К слову, сам Геннадий Леонидович тоже, как говорится, вдоль, что, впрочем, ничуть не удивительно. Потому что только так можно объяснить загадочное превращение гостиниц по документам в девятиэтажные жилые апартаменты, купить которым можно хоть в Одессе, хоть в Киеве. Вот объявление на официальном сайте Киевбудстроя. Причем в Киеве квадратный одесский метр дороже. И ведь в этом конкретном случае попытки застройки побережья были давно, но именно при Труханове. Вернее, сразу после выборов масштабы застройки приобрели катастрофические размеры. Вот они, плоды мэрской деятельности. Три девятиэтажных коробки апартаментов по-богатому. Трухановка-1, Трухановка-2, Трухановка-3. А вот это, ну это просто преступление, я считаю. Здесь потрясающе возникал парк. Очень, ну, ну, что говорить вот этим вот людям, да, которым закрыли обзор на море. Зачем вот эти вот скамейки сейчас? Что мы здесь будем видеть? Кроме весьма сомнительной красоты и права здесь находиться, здесь самое, что не есть, оползневая зона. Причем оползень был практически в том месте, где сейчас высятся эти многоэтажные архитектурные шедевры рекреационного зодчества, построенных в нарушении всех норм и законов. Это место, как раз вот 12-я станция фонтана, это то побережье, которое в 63-м году здесь был очень серьезный масштабный оползень. И именно поэтому трамвайная линия, 18-го трамвая, она перенесла, и сейчас объезжают по улице Гаршина эту часть. Это настоящее преступление перед городом и одесситами. Варварство, за которое приходится платить не им, а самим одесситам. Вспомнить хотя бы пятый трамвай, который сняли, а потом возвращали за наши с вами бюджетные деньги. И ведь здесь тоже надо будет налаживать инфраструктуру. Согласитесь, побережье совсем не рассчитано на такие вот многоэтажные жилые комплексы. Куда-то надо будет выводить канализацию, расширять дорогу, потому что жизнь здесь будут, ну, очень богатые люди, которые ездят исключительно на авто. А если дорогу не расширить, то в скором времени здесь случится очередной транспортный коллапс. Примерно такой же, какой сейчас происходит на Лонжероне. Еще одном добитом этими властями кусочки старой Одессы. Что называется, грабят по маленькому, грабят по большому. Видимо, нужда заставила. Понятно, что такое строительство вообще и такие здания поблизости, они попытаются отхватить часть пляжа. Я думаю, что и в рекламах сейчас уже они делают сноску, что продается здание. Элитный комплекс, да, со своими пляжами. Так вот, понятно, что это будут платные пляжи, на которые доступ у одесситов просто будет перекрыт. Ну, к тому же, в целом, это побережье будет заставлено автомобилями, и тут и проезд, и прохождение будет ограничено. И да, еще немного про офшоры, которых у нашего Геннадия Труханова, по его словам, нет, но уж и которых почему-то упорно торчат практически из всех, так сказать, начинаний дел Геннадия Леонидовича. Странная связь какая-то наблюдается между всеми этими стройками и ремонтами дорог в нашем городе, потому что прибыль из бюджетного кармана идет почему-то упорно исключительно в центрально-американские офшоры. И да, из последнего, как сообщает ряд одесских интернет-изданий, городской дом приемов на Гагаринском Плате одесская мэрия сдала в аренду компаний, корни которой растут из Белиза, еще одной центрально-американской страны, примечательной офшорами. То есть весьма лакомый кусочек размером в семь соток уйдет во временное пользование офшорной компании. Не слишком ли много офшоров для одного головы? Это не просто такой привычный для чиновников вообще грабеж. Это преступное нападение и настоящее изнасилование Одессы. Эта власть ведет себя по-бандитски, хищнически. Они, сидящие в мэрии, настоящие захватчики нашего города, лишающие нас абсолютно всего и даже самого дорогого – уникальности Одессы. Кажется, наша городская власть обходится нам слишком дорого. Но ничего, одесситы – люди прагматичны и долго терпеть эту власть не будут. То, что раньше было Аркадией, а теперь только носит имя бывшей одесской достопримечательности, к приближающемуся курортному сезону обрело еще более торгово-базарный вид. Речь идет о бывшей аллее, ставшей проходом между торговыми рядами из разнообразных павильонов и магазинов, который теперь украсился еще и новыми мафами. На месте бывшей Аркадии побывали наши корреспонденты. Нет предела благоустройства Одессы-Патрухановски. Казалось бы, Одесскую Аркадию благоустроили так, что и благоустраивать уже, собственно, нечего. Ничего не осталось. Нет бывшей аллеи, ставшей узеньким проходиком между торговыми рядами. Нет роскошный крон деревьев, от которых не осталось не только крон, но и деревьев вообще. Если, конечно, не считая деревьями, как бы пальмы, поскольку тени они вообще не дают, да и растут в катках. Но нет. Оказалось, что фантазия наших мэрских начальников не знает предела. А действия их иначе как беспределом и не назовешь. Пешеходное, как бы, пространство теперь заняли еще и мафы. Новенькие будки в любимой городским головой стилистике а-ля малых архитектурных форм. Во-первых, эти будки, ну, якобы попытались писать, то есть они вроде бы как должны подходить под вот эти вот пластмассовые штуковины, да, не знаю, как их назвать. Вот. Но в целом, конечно, это ужасно и смотрится ужасно. Базар. Ну, просто базар – это привоз, это не Аркадия. Как считает одесский общественник и активист Владислав Болинский, в свое время, два года назад, когда и происходила эта чудовищная трансформация Аркадии из места отдыха в место даже не торговли, а настоящего базара, горожане были заняты больше политическими событиями в стране, боевыми действиями в зоне АТО, ну, а власть, власть просто этим воспользовалась и лишила одесситов, ее родной Аркадия, гостей города, одесской достопримечательности. Здесь была прекрасная аллея, одесситы все ее знали. И вот так вот украсить ее будками и расширить, превратить ее в плацдарм, который накаляется, раскаляется на солнце. И здесь просто людям невозможно находиться. Более того, сейчас уже, ну, становится понятен коварный план по поводу захвата всего побережья. То есть, я так понимаю, что планируется вот такие будки расположить на всем побережье. И тут же проблема в том, что этот социальный, в общем-то, объект превратился просто в объект торговли. То есть, просто одесситов очередной раз отжали территорию. Если раньше Аркадия была настоящей достопримечательностью того, какой Одесса была, ее истории, культуры, то теперь это достопримечательность того, какой Одесса быть не должна, но, к сожалению, постепенно становится. Ну, конечно, это не должно быть, естественно. Аркадия вообще стала отвратительной, отвратительной. Вы сами знаете, и все будут говорить, что отвратительная, вообще нету ничего. Бизнес и все. Они, предела, предела у них нету, и никогда не накушаются. Мое мнение. Бизнес-центр, не прогулочный, а бизнес-центр. Как подтверждение тому, вот эти несколько будок, окончательно добивших пешеходную зону. Конечно, сигареты и псевдо-одесские сувениры, которыми торгуют в будках, намного важнее навеса, дерева и скамейки. Здесь бегаешь, как это заяц. Вы же видите, что нету прямой линии. Так что, люди должны вот так вот бегать. Я видела, как падали здесь дети, как старики здесь падали, потому что все некачественно. Вы же видите, да? Плитку, да, вы имеете в виду? Ну, я поняла, да, да, да. И вы меня тоже поняли, потому что дети падали так сильно вообще. Впрочем, в плитке по-одесски главное не то, чтобы по ней было удобно ходить, а чтобы на ней удобнее было отмывать деньги всяким там неблизким Геннадию Труханову фирмам. Когда иду, я смотрю, как здесь уложена эта плитка, как она ужасно просто выгрызана зубами. И я так понимаю, это те же фирмы из компании Рост, там, Пикстро и так далее. К которым Геннадий Леонидович не имеет никакого отношения. Никакого, да, никакого отношения. И Шумахер, депутат горсовета, тоже не имеет отношения. Вот, и Лазовенко, тоже депутат, доверяя делам, никакого отношения. Еще половина, наверное, состава доверяя делам не имеет никакого отношения к этим фирмам. Вообще, речь о благоустройстве, о внешнем виде, никакой речи не идет. Речь идет только о том, чтобы вот есть, поступают предложения от определенных людей, вот мы можем платить за этот кусочек, там, вот такие-то деньги. И тут же этот кусочек заполняется. Все, никакого планирования инфраструктурного, никакого внешнего вида здесь, ничего это не обсуждается. Вот это яркий пример вот такого вот, такой деятельности. Судя по всему, наши городские руководители книг не читают и с литературной классикой незнакомы. И окружение их тоже не читает. Потому что никто, абсолютно никто не процитировал нашим городским чиновникам свое время классическое. Господа, торг здесь неуместен. Глядишь, прислушались бы, глядишь, и не устроили бы из Аркадии торговый ряд, превратив бесценную драгоценность Одессы в пластмассовую дешевку, цена которой – грош в базарный день. В Одессе прошли общественные слушания по изменениям в правилах благоустройства территории города. В новой редакции речь идет в том числе и о странном новшестве, которое предлагает внести в правила сама мэрия, а именно о зеленых насаждениях. Вернее, о том, что теперь обычные граждане лишаются права самостоятельно заниматься высадкой деревьев, а должны делать это исключительно после прохождения всех согласовательных процедур с соответствующими государственными органами. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Как хорошо раньше было. Посадил дерево, построил дом, родил-вырастил сына и жизнь удалась. Сейчас все по-другому. Слава богу, в дела планирования семьи никто не вмешивается, по крайней мере, пока. Но, например, построить дом уже могут далеко не все, потому что даже обычный ремонт жилья большинству не по карману. Но наша городская власть решила окончательно подпортить горожанам жизненную программу. И, хорошенько отредактировав имеющиеся правила благоустройства территории города, несла туда совершенно удивительные изменения. Речь идет о тех самых деревьев, которые в своей жизни должен посадить человек. Уже не должен, вернее, не может. Во всяком случае, пока не согласуют высадку саженца со всеми всевозможными и невозможными городскими инстанциями. Накануне представители общественной организации «Зеленый лист» сделали попытку внести свои поправки в редакцию правил. Наше мнение такое, что в Одессе дополнительные согласования не нужны. Вместо инвентаризации зеленых насаждений и, предположим, поощрения общественников, предлагают усложнить эту процедуру. Что такое проводить согласование через «Зеленый лист»? Я себе даже не могу представить. Если они предлагают гражданам за обрезку ветки заплатить 500 гривен, а за снос сухого дерева полторы тысячи и больше. Ничего хорошего мы не ожидаем. В чем проблема? Проблема в том, что и сегодняшняя редакция не является соответствующей законной. Сегодня существует согласование с райадминистрацией. А вводится еще и дополнительное коммунальное предприятие «Горзен-Крест». То есть будет два органа. На самом деле, не первая редакция не предлагаемая, не соответствует законодательству, потому что закон о благоустройстве запрещает вообще какие-либо согласования новые внедрять в правила благоустройства. Ну, как мы знаем, нет ничего такого, что нельзя, если нашей мэрии очень хочется. А нашей мэрии и правда очень хочется. Потому что устали они, наши дорогие чиновники и руководители, от этих ужасных общественников, которые не только не дают застраивать и вырубать, но и вообще безобразие повадили сажать деревья вместо вырубленных зелентрестом. Разумеется, в первую очередь речь идет о знаменитой высадке саженцев на французском бульваре, благодаря чему расширять бульвар уже невозможно. А ведь так хочется им благоустроить наш город окончательно, чтобы он превратился в одну сплошную стройплощадку. И, конечно, не обошлось без возмущенных одесситов. Возмущенных нет ни вырубкой деревьев, ни профессионализмом «горзелентреста» в кавычках, ни самоустранением от проблем одесских экологов, а общественниками, которые, цитируем, сеют хаос, сажают неправильные деревья в неправильных местах и ничего не понимают в деле благоустройства города, в отличие от мэрии, разумеется. Я не хочу, я устал, а здесь пределы. Поэтому, когда общественная организация, накручивая общественность на то, что кто-то что-то неправильно делает, извините меня, это неправильно. Конструктива я не услышал. Я услышал только голословное обвинение. Никто мне не сказал о том, что это плохо. Почему профессионал, который понимает в этих варениках, в этих деревьях, я прихожу к нему и спрашиваю, можно здесь это дерево посадить или нет? Дальше больше. И вот уже сам Александр Иваницкий, напомним, возглавляющий депутатскую комиссию по экологии в Горсовете и представляющий Трухановскую партию «Доверяй делам», утратив равнодушный вид с пылом и страстью, начиная одобличать общественников, местами переходя в откровенное хамство, все пытаясь доказать биологу Болинскому, что он непрофессиональный биолог. Я биолог-биохимик. И к слову, я сделал биохимик. Биохимик. Биохимик, да. Поэтому занимаетесь биохимией. Да? Наверное. То есть, вы хотите меня укрикнуть подожди? Я еще раз вам говорю. Вы, пожалуйста, значит, либо вы выступаете как ученый, да, либо вы выступаете как сертифицированный специалист в данном обществе, либо вы выступаете как представитель общественной организации, как гражданин города здесь. Я слушаю вашего ведения как гражданина сегодня. А специалисты, я вас прошу, вы юрист? Александр Валерьевич, вы меня спросили, вы биолог? Я должен был сказать, нет, я не биолог, если я биолог. Странная штука получается с общественными слушаниями в нашем городе. То есть, с одной стороны, налицо факт присутствия на заседаниях самой общественности, которая слушает, что им рассказывают чиновники. С другой – чиновники, которые не слышат эту самую общественность, от которой им так хочется избавиться, чтобы не мешала она распилу зелени во всех смыслах слова. Да, на этот раз голосованием решили. Согласованием не быть, а быть только уведомлению и только горзелинтресту. Хочешь посадить дерево – уведоми коммунальщиков. Впрочем, большой вопрос, не окажется ли вынесенным на ближайшую сессию проект изменения правил благоустройства без мнения одесситов. После скандального фильма «Капитан под триколором», в котором была обнародована информация о наличии у городского головы Геннадия Труханова офшоров на Виргинских островах, а также двойного гражданства, и после устного опровержения со стороны самого Геннадия Леонидовича, общественная организация «Антикоррупционный офис» провела свое небольшое расследование по вскрывшимся фактам. Подробнее в нашем сюжете. «Антикоррупционный офис» провел свое расследование на предмет вскрывшихся фактов касательно наличия у Геннадия Труханова офшоров на Виргинских островах, через которые он связан с бизнес-группой «Рост» и преступными группировками Минина-Ангерта-Жукова. Это одно из расследований по фирм, которые близка к Геннадию Леонидовичу. Это только первая часть, потому что таких фирм достаточно много, только на дорогах работает несколько фирм, которые входят в группу «Рост», несколько фирм, которые принадлежат депутатам Одесского городского совета от партии «Доверяй дела». Мы будем проводить расследование далее. На самом деле деньги, которые вымываются из Одесского городского бюджета через разные статьи расходов, ну, чаще всего вымывают именно через ремонт Труханов, потому что там сложно посчитать. Эти суммы огромные. Призошло изменение в бюджетном кодексе. У нас бюджет увеличился примерно на миллиард, но я сомневаюсь, что кто-то из одесситов почувствует какие-то улучшения. Ну, кроме тех одесситов, которые приближены к Геннадию Леонидовичу. Итак, вот что общественникам удалось узнать благодаря открытым реестрам Украины. Расследование показало, что за последние полгода только через фирму «Росдорстрой» из одесского бюджета вывели более 130 миллионов гривен. Владельцем «Росдорстрой» является офшор «Сайдлейк Интернешнл Лимитед», зарегистрированный на Тартола, группа Виргинских островов. А бенефициарными владельцами этого офшора является Александр Жуков, который является партнером Ангерта и Минина, а также два однопартийца Геннадия Труханова по партии «Доверяй делам» Евгений Коновалов и Юрий Шумахер. На портале публичных финансов Украины видно, что управлением капитального строительства Одесского гурсовета было осуществлено несколько трансакций, и наибольшие платежи, исчисляемые миллионами и десятками миллионов гривен, проходят на фирму «Росдорстрой». С октября по декабрь прошлого года эта фирма получила столько платежей, что только их перечень занимает три страницы. За полгода Одесский городской совет привел на счета «Росдорстрой» более 130 миллионов гривен. Как отмечают в антикоррупционном офисе, если разделить полученную сумму на миллион человек, живущих в Одессе, получится, что каждая семья, включая младенцев и стариков, профинансировала эту фирму на 500 гривен. Кому же принадлежит эта загадочная фирма, которую так щедро финансирует город? Ответ можно найти на сайте Министерства юстиции, где среди юридических лиц есть и «Росдорстрой». И кто же его владелец? Собственником-учредителем «Росдорстрой» оказывается офшорная компания «Сайдлайк Интернешнл Лимитед», зарегистрирована на острове Тартола Виргинских островов. Чуть ниже можно увидеть знакомые фамилии. Первый из бенефициарных собственников имеет странное совпадение имени, фамилии и места жительства с Жуковым Александром, который упоминается в отчете итальянской полиции, приведенном журналистами «Следствие.Инфо». Согласно этому отчету, Жуков отвечал в банде Минина и Янгерта за финансовую часть. Судя по реестру, Министерство юстиции Украины он продолжает выполнять свою функцию. А вот Геннадий Труханов, как отмечают в антикоррупционном офисе, который, по данным итальянской полиции, отвечал за охрану имени на Янгерта, доказал, что он способен на больше и теперь он распоряжается миллиардным бюджетом Одессы и при этом не забывает о тех, кто помог ему на сложном пути. Но кроме Жукова есть и другие бенефициарные владельцы офшора «Сайдлэйк». Чтобы узнать, какое отношение имеют эти лица к Одесскому городскому совету, в антикоррупционном офисе воспользовались сайтом Одесского городского совета. Из результатов поиска по сайту становится понятно, что оба основателя офшора, через которых и деребанят средства одесского бюджета, баллотировались на последних выборах, причем от партии «Доверяй делам». А теперь скажите, как можно доверять словам Геннадия Труханова, утверждающего, что у него ничего в офшорах нет, кроме справочки? Ну, это вообще смешно, конечно, потому что я сомневаюсь, что офшорные компании специализируются на том, что выдают разным гражданам справки, только если у них с этими гражданами нет уже длительных отношений. Поэтому я вот ради интереса тоже запрошу справку из этой офшорной компании, посмотрю, как долго она будет присылаться мне, вот эти от Геннадия Леонидовича. Ну, во-первых, эти справки до сих пор никто не видел, хотя их обещали сразу же предоставить, поэтому пока их обсуждать сложно. Но если они есть, то они скорее подтверждают наличие отношений Геннадия Леонидовича с этой офшорной компанией, чем их опровергать. Как утверждает Алексей Черный, это только небольшая часть проведенного ими расследования. Продолжение следует. 2 мая в Одессе прошло спокойно. Принятые заранее меры по охране порядка позволили избежать столкновений. Главное событие дня – акция памяти погибшей в Доме профсоюза фактически была сорвана. Весь день на Куликовом поле искали бомбу. Возложение цветов и панихида у Дома профсоюзов были намечены на 2 часа дня. Сторонники антимайдана начали собираться гораздо раньше. Территорию оцепил полицейский спецназ и воинские формирования. Судя по экипировке, готовились к жесткому противостоянию. Поскольку первоначально акция была разрешена, у входа на Куликово поле поставили металлоискатели. Применить их не пришлось. Еще в 8 часов утра полиция получила сообщение о минировании площади. Взрывное устройство искали несколько часов. Пока взрывотехники искали бомбу, собравшиеся положили цветы с траурными ленточками вдоль полицейского кордона, перекрывшего вход на Куликово поле. Прорываться через кордон полиции никто не решился. Весь день на Куликовом поле сторонники акции ждали приезда из Киева народных депутатов от оппозиционного блока. Они так и не появились, по причине того, что их заблокировали в аэропорту Автомайдан и самообороны Одессы. Пришел только одессит, последний губернатор Януковича Николай Скорик. Быстро положил цветы и, не говоря ни слова, удалился. Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и начальник областного полицейского управления Георгий Лорд-Кипонидзе уговорили депутатов улететь обратно в Киев. В целом, 2 мая прошло спокойно. Хотя еще за несколько дней были попытки подогреть ситуацию. Усиленный режим охраны порядка продолжает действовать. Двухлетнюю годовщину событий 2 мая 2014 года одесситы отметили траурной церемонии на Греческой площади. По инициативе активистов в Майдане представители нескольких христианских конфессий отслужили панихиду за покой душ погибших. Священнослужители пяти христианских церквей Украины объединились в общей молитве. Следуя евангельским заповедям любви, смирения и прощения, они призвали одесситов помолиться о душах всех погибших с обеих сторон. Ми схиляємо свої серця перед памяттю наших земляків, наших одесситів. Невинно, вбито і заживо спалено близко 50 чоловік, а це точніше 48 чоловік. і близько 200 тяжко поранено. В молитвенном єдиненній вспомнили і тех, хто погиб за 2,5 роки на Київському Майдані і в Донбасі. Несмотря на мирніе соглашення, печальний список с кожним днём увеличивається. Майдані небесної сотні, які загинули на сході нашої батьківщини і за відкушення їм усякої прави невільної і невільної. Главне, о чому напомнили служителі церкви – сохранення мира і согласія в обществі, уміння розрішати спори з словом, а не оружіем. Майдані Майдані Олександр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Как известно, 26 апреля антитрухановський Майдан подвергся нападению со стороны тетушек. Серьезно пострадали несколько человек. Позже их доставили в больницу. У одного из пострадавших было диагностировано сотрясення мозга і перелом ноги. Сейчас он находится в еврейской больниці і ему нужна помощь. Еврейская больница отделення травматології. Именно здесь вот уже вторую неделю находится активист антитрухановського Майдана, наиболее сильно пострадавший от нападения организованных мэрией тетушек. Диагноз открытый оскольчатый перелом нижней трети правой малоберцовой кости с небольшим смещением отломков. А с головой? С головой было сотрясення головного мозга, ушибленная рана левой височной области. Говоря не медицинским языком, битой, в которую были вколочены гвозди, парню едва не проломили черепа, а под гипсом на сломанной ноге скрываются огромные кровопотеки. Действительно, так получилось, что Володя и еще несколько его друзей оказались на самом пике этой борьбы. В принципе, предполагалось, что что-то подобное может быть, но что-то такой степени и так жестоко будут с людьми поступать, но это стало шоком для многих. У него серьезная травма головы, ударили битой, и, скорее всего, там был какой-то цвях на битой, потому что сильно пробили. И ему делают крапельницы, потому что травма головы, она только через час дается ознаки, чтобы не было инсульта, чтобы не было проблем с мозгом, делают каждый день крапельницы. И проломали ногу, то есть этой же битой ударили по ножи, в него проломали ноги. Ему невероятно больно, но он скрывает это за своей широкой улыбкой. Жаловаться? Никогда. Скулить? Не дождетесь. Более того, он уже пробует ходить, конечно, с помощью костылей, мечтает вернуться к своим, на Майдан, против чужих, в мэрии. Ну да, выздоровит нога, я пойду по любому, чтобы дома сидеть, конечно пойду. А почему это так важно там быть? Важно быть, потому что чем больше людей будет туда приходить. Когда они приходят постоянно, зная, что они туда идут, не находятся там, там же все находятся по собственному желанию, никого же туда за уши не тянут. А вы почему находитесь? Потому что я не хочу конкретно, чтобы этот человек был у власти. Труханов? Да. Ну и не только он, если проблема только в нем была. Начиная с него, там куча ряд уже других претензий, которые у нас есть у города и у нас. Стоящий на антитрухановском Майдане люди, конечно, знали, что против них готовится провокация, но что все произойдет ночью, когда весь город спит, когда на площади останется всего несколько человек-активистов, при выключенных веб-камерах с услужливо поднятым шлагбамом перед привезшим тетушек микроавтобусом, не предполагал никто. На самом деле у нас пять человек пострадало, два особенно серьезно. Один из них просто не хочет, не желает, он лежит с переломом шейки бедра, это серьезная травма. Человек остается нетрудоспособным до полугода. Этот человек тоже лежит в больнице, но он не хочет, скажем так, быть публичным. Несмотря ни на что эти люди будут стоять у стен мэрии и Володя обязательно туда вернется, потому что у него есть мечта. Впрочем, пока о выздоровлении Володя говорит рано, еще нужны лекарства, на которые у него просто нет денег. Травмы очень серьезные, он плохо себя чувствует, будет до червня он в лекарне. Я очень прошу одесситов помочь, потому что лекарство дорого стоит, финансовый стан Володимира, скажем так, поганый, поэтому просим очень допомоги. Одесситы вашей помощи нуждаются. Нуждаются те, кто отстаивает у мэрии не только свои, наши, общечеловеческие права. Право иметь достойного мэра, честных чиновников, принципиальных депутатов, а не шайку воров и проходимцев. Я бы ему пожелал, чтобы он побыстрее выздоровел, пожелал бы, чтобы мы вместе победили. Победили это зло, которое засело в... Победили эту системную коррупцию и вместе, не знаю, с нашими активистами, со всеми гражданами построили свою Украину, свою Одессу, которая будет принадлежать нам, а не банде каких-то головорезов и воров. Володе в первую очередь желаю быстрого выздоровления и... Ну, он позитивный человек и он свою позицию давно проявил, не только сейчас, а и в прежние времена, в 2014 году. Он один из тех одесситов, которые в 2014 году не допустили здесь сценария Донбасса, благодаря которому здесь сейчас люди могут заниматься бизнесом, рожать детей, ходить в школу, заканчивать учебу, жить, просто жить в нормальной жизни. Поэтому Володя для меня и для моих друзей является героем. Поэтому и все, кто хочет и может помочь, активисты предлагают сделать это, перечислив деньги на указанный счет Приватбанка или звонить по телефону 096 28 00 8 00 спросить Алину. Одесских двориков, тех самых знаменитых и легендарных, осталось не так уж и много. Отрадно, что люди при всем своем непростом финансовом положении сегодня порой думают не только о своем благополучии, но и об окружающем. В конце невзрачного Вознесенского переулка наша съемочная группа обнаружила настоящее чудо. Этот дворик находится в 14-м номере Вознесенского переулка. Так бы и прошли мимо, если бы кодовая дверь не была открыта. И мы не увидели скульптуру Атланта. Зашли внутрь, здесь уже было чем полюбоваться. Хозяйка всей этой красоты, Татьяна, рассказывает, когда переехали в этот дворик, он был в плачевном состоянии. Начали приводить в порядок. Купили фигурки казаков. Первоначально была такая задумка, что казаки идут за грибами. С них здесь аккуратные клумбы. Когда на улице теплеет, рассказывает Татьяна, во дворе настоящее буйство красок и различные фигурки сказочных персонажей смотрятся еще привлекательнее. Их, кстати, покупают у знакомого мастера. Все преобразование дворика Татьяна сделала вместе со своим мужем. Даже стоящее посредине двора обвалившееся дерево украсили, установили гнездо аиста, деревянная фигурка которого при ветре поворачивается. Мы люди из деревни, поэтому не привыкли до всякого такого некрасивого. Привыкли работать своими руками, все делали много ритм приходят людей. А вот с какой целью приходят? Фотографируются. Ну, и немножко совет спрашивают, хоть чуть-чуть для себя. Отличный пример того, что красоту можно найти где угодно, было бы желание. А вот о конкурсах Одесский дворик Татьяна просто не знала, но в следующем году, возможно, и примет участие, если этот конкурс будет проводиться. И у этого дворика наверняка будут все шансы победить. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ. Украина отметит 71-ю годовщину завершения войны против гитлеровской Германии. Старшее поколение традиционно празднует 9 мая как День Победы. В последние годы появился и другой вариант День Памяти и Примирения. Его символ красный цветок мака дал название совместному творческому проекту одесских художников. Выставочный зал историка Краеведческого музея на Зонжероновской заполнен маками. Нежному алому цветку с легкими лепестками, трепещущими на ветру подобно языкам пламени, суждено было стать символом войны и скорби. Такова неизбежно возникающая в человеческом сознании ассоциация. Она объединяет народы, сражавшиеся по разные стороны фронта. Кровь красная у всех и смерть одинаково настигает каждого, на каком бы языке он ни говорил. С 2005 года по предложению Организации Объединенных Наций 8 и 9 мая отмечают как дни памяти и примирения всех, кто погиб или пережил Вторую мировую войну. Уже год назад мы приняли решение, что эта выставка будет именно в эти дни, вот в дни, в канун 9 мая, чтобы это было с одной стороны выставка, это как знак любования и эстетическая сторона красоты маков, а с другой стороны это наше слово в знак символа мака, как символ памяти, как символ примирения. Свои работы представили 17 авторов, опытных мастеров и студентов. Разнообразная по цвету техники экспозиция далека от мемориальной мрачности. Память даже о событиях трагических нужна, чтобы продолжалась жизнь. В этой логической связке художники видят ее символическое воплощение цветок мака. Напоминая о прошлом, он остается частью живущего, наполненного непрерывным движением мира. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты, а нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова